Сегодня застоялось очередное заседание по делу Беликова. Был допросный специалист. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу допроса и в целом впечатления от ответов специалиста. Вы знаете, может быть анализировать целиком еще и рановато, но это было ходатайство защиты, чтобы допросить специалиста. Вызвано это ходатайство было тем, что в самом заключении, которое специалист давал в ходе расследования, было очень много вопросов, ответы на которые по мнению защиты не получены. И мы сегодня от специалиста услышали. Многие вещи, которые там описаны, они предположительны. Вы понимаете, что такое заключение специалиста? Когда специалист, особенно по экономике, анализирует целый ряд документов, финансовых документов, и на основании них производит расчеты, делает выводы и так далее. Так вот нам специалист сказал, что ей не была представлена первичная документация, а она обращалась к следователю за этим и просила эту первичную документацию. И сведения об этом есть в деле, но она не была представлена. И поэтому она провела исследование. Она это исследование, по сути дела, подтвердила, но сказала. В силу того, что не было первичных документов, ее выводы предположительны. То есть категорически ничего утверждать она не может. Ну и, как всякий человек, специалист может ошибаться. Мы нашли даже арифметические ошибки при подсчете, и эти арифметические ошибки вылились в 40 миллионов. Ни много, ни мало, которые вменяются как хищение. Такое тоже бывает. Поэтому, отвечая на эти вопросы, она, в общем, определенные вещи очень четко дала понять. Когда ты смотришь движение по счетам денежных средств, по банковским выпискам, там нет объема поставленной продукции и прочего. На этом и основывалось предположение. И еще, по ряду ответов на вопросы, она отвечала, например, исходя из показаний одного из свидетелей. Что, как вы понимаете, для экономики, ну, не совсем правильно. Я не предрекаю того, как это будет и что это будет. Но то, что теперь какие-то точки над «и» расставлены, понятно. Потому что, когда специалист в любой сфере деятельности, особенно в экономике, говорит, это мое предположение, это моя точка зрения, это я так думаю, это не есть категорический ответ, что это только так и никак по-другому. А экономика – вещь серьезная. 2,2 всегда 4. И если 2,2 получается 5, возникает вопрос, который надо выяснять. Что мы сегодня и сделали. Мне, в принципе, это доказательство, которое представляли как доказательство обвинения, понравилось. Потому что, с моей точки зрения, оно дает возможность защите, проанализировав все это, сделать вывод, что специалист не мог прийти к категорическому выводу о наличии присвоения, растрат. И что разница между ценой приобретения продукции и дальнейшей ее продажи, особенно если используются партнеры, посредники, она не может быть как таковым ущербом. Она может говорить только о разнице в цене. А ведь если это коммерческие организации, то получать прибыль при заключении сделок – это то самое, ради чего эти коммерческие организации и работают. Продолжение следует...